Республика готовится ко дню чувашского языка. К нему приурочено множество различных событий. В Национальной библиотеке Республики прошел четвертый конкурс народного творчества. Читали стихи, пели песни, ставили сказки. И все это на чувашском языке. В течение почти двух месяцев участники записывали себя на видео и отправляли работы. Более 1200 файлов пришло на почту организаторам конкурса. Причем возраст участников очень разный. Самым маленьким чтецам два года, взрослым 80 лет. Чувашский язык детям нужен. Свой родной язык надо знать. Это наше богатство. Башкортостан, Татарстан, Ульяновская и Саратовская области. В знании чувашского языка соревновались не только жители нашей республики, но и соседних регионов. Но больше всего участников именно из Чувашии. На премьер семья Селивановых из Батаревского района привезла музыкальный номер. В таких конкурсах мы часто участвуем. Жена у нас музыкант. Я помогаю им танцами. А дети наши помогают танцевать, плясать. Они, чтобы никогда не забыли чувашский язык и свою родину. Выразительность знания языка и правильное произношение – главные критерии оценки номеров. В итоге жюри выбрало лучших в 13 номинациях. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ